Другим темам родители будущих первоклассников могут подать заявление о приеме детей в школу уже в ближайшее время. Чтобы избежать ситуации, когда одно учебное заведение переполнено, а в другом недобор, процедура зачисления будет проходить в несколько этапов. В первую очередь школа будет принимать документы от родителей ребят, проживающих на закрепленной за учебным заведением территории. Прием документов для них начнется с 26 января и продлится до 30 июня. Если в школе останутся свободные места, попасть туда смогут и желающие из других районов. Принимать заявление от этих граждан будут с 1 июля по 5 сентября. Приходить в школу лично не обязательно, подать документ можно будет через интернет. Заполнив все поля необходимые, сведения о родителях, о детях, заполнив заявление, поставив галочку о том, что они согласны родителям на обработку персональных данных, заявление уходит в образовательное учреждение. И сразу же родители тут же получают ответную, ответный шаг системы, который говорит о том, что заявление в данное образовательное учреждение зарегистрировано и ему присвоен определенный номер. В течение трех рабочих дней после подачи заявления родитель лично должен предоставить в школу пакет документов. В течение семи дней образовательное учреждение издает приказ о зачислении. Дополнительную информацию о датах и времени приема заявлений можно будет найти на официальном сайте Минобранауки, а также на стендах в общеобразовательных учреждениях. Еще одна новость в тему. Изучать историю самарского зодчества возможно скоро будем не только по учебникам, но и по одежке. В интернете активно обсуждают неожиданную идею самарского дизайнера. Михаил Головачев предлагает использовать графику уникальных элементов русской домовой резьбы в качестве принта на одежде, который может стать сувенирной продукцией для Самары и создавать привлекательный туристический имидж города. Сообщается, что художник даже направил письмо в департамент культуры, в котором изложил суть концепции.